Мы когда-то играли в Рожевинской унионной лиге Кван, так вот, мы стали чемпионами. Знаете почему? Все было куплено! Да, мы подкупили всех! Они шли к этому 10 лет и, наконец, по результатам 30-го фестиваля Кевин в Сочи оказались в семье Рогина первым. Начало битвы за кубок юмора в марте. И это, безусловно, отличный повод порадоваться за наших ребят. Хотя выступают они теперь за Подмосковье. Название города в названии команды мы сменили из-за спонсирования. Первые два года нас спонсировала Эржевинская юниор-лига. Затем нас спонсировали наши университеты, Московский энергетический институт и Московский физико-технический институт. Затем мы потеряли все спонсирование, даже был вопрос о закрытии команды. Но вот мы понравились человеку из администрации города Королева, который предложил нам поддержку и представлять город Королев в КВН. Мы с радостью согласились. К Сыктывкару мы не вернемся, потому что человек, который нам помогает, очень много вложил в команду. Чем выше уровень, тем меньше в КВН самодеятельности. Шутки обрастают профессиональным реквизитом. Актеры становятся театралами. Многократно растут и требования к уровню материала. Участники центральных лиг, не говоря уже о телевизионных, тратят на игры порой немыслимые суммы. Без спонсирования никуда. А в стартовом варианте работать на голой инициативе куда сложнее. У КВНа с деньгами туго было почти всегда. Разовые вливания и гранты, как правило, не дают постоянного эффекта. А чтобы познать все тонкости, нужна преемственность. Чтобы взрослые и опытные учили молодых и зеленых. Сегодня единственные, кто этим может по-настоящему гордиться, так это юниор лига КВН. За 20 лет традиции они не на словах, а на деле стали действительно республиканским объединением. Да еще в придачу единственные от КОМИ получили официальное признание АМИК. Грант Министерства образования в полмиллиона здесь помнят и чтят. Деньги во многом и продвинули вперед такие команды, как имени меня и пробник УСГУ. Но далее и все эти годы открыто помогает только Эжвинская администрация. Чтобы республиканский КВН не менял прописку, но и как-то существовал. Главное, что есть всегда в таких условиях крыша над головой, под которой можно встречаться, репетировать и выступать. В Усинске, к примеру, ребята создали лигу рабочей молодежи, они там активно играют, молодцы. То есть у них есть рвение в Инте, есть, которым не безразлична судьба КВН, и они этим занимаются. Если бы нам всем объединить эти усилия и получить какую-то общую поддержку, то я думаю, КВН он снова будет. Многие лиги не работают в регионах, не работают в республике, в городах, потому что нет финансирования. Потому что это нужно оплачивать зал, это нужно помочь командам с приездом, это нужно помочь командам с реквизитом. То есть это все упирается в какие-то небольшие, но деньги. Но если это собрать все вместе, то это получается большая сумма. Но главное это вывозить перспективные команды на российский уровень, чтобы они не оставались и не застаивались. Просто на инициативе можно держаться, но далеко не уедешь. А наши ребята умеют и хотят играть. Опыт имени меня красноречиво доказывает это. Ольга Коняева, Евгений Стокас, Анна Зубарева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.